всем привет меня зовут александра и вы находитесь на канале о вязании рада вас здесь приветствовать это первое видео в новом двадцать втором году и это будет вязальный эпизод расскажу о последней работе прошлого года покажу с чего начался мой вязальный год покупки и процессы 1 готовая работа ну и просто поболтаем о вязании приятного просмотра начну с новогодних игрушек которые вы уже видите в кадре пока эта тема еще актуальна я связала целых 10 шариков часть из них я показывала в последнем видео прошлого года остальные довязывал уже в январе мне очень понравилось их вязать это шарики из книги 55 разных шаров арны и карлса я думала что после нового года уже не захочется их вязать но тем не менее в январе с удовольствием вязала пока мне не стало 10 штук два из них подарены маме еще до нового года и вот восемь остались у меня я бы вязала наверное еще но решила оставить этот приятный процесс до следующих зимних праздников может быть не захочется в декабре довязать еще несколько шаров для украшения елки часть из них я показывала в последнем видео как я уже говорила но там какой-то катастрофическим маленькое количество просмотров мы даже с моим мужем спорили перед новым годом на эту тему я была уверена что даже не стоит ничего выкладывать уже после там 25 числа особенно 30 и 31 потому что все готовятся куда-то едут режут салаты планируют праздники никто и тут смотреть не будет и так оно и вышло хотя муж мне говорил что нет выложи видео 30 числа народ будет смотреть но нет там прям очень очень мало просмотров поэтому если вы вдруг его не видели я оставлю здесь ссылку посмотрите пожалуйста там я показываю некоторые из этих шариков поближе вот и вот такие шары остались на моей елке я вязала их из пряжи drop snort спицы два с половиной набивка синтепон подвесы такой овощеный штрог я когда-то очень давно купила на алиэкспресс в разных цветах его очень много и вот беленький наконец пригодился остальные так и лежат уже много лет еще с моего периода увлечения шитьем вот классные процессы очень рекомендую если вот вам хочется украсить елку чем-то таким интересным связать вот такие шарики вяжутся быстро вяжутся просто и можно попрактиковаться в жаккарде чем собственно я и занималась я не очень большая небольшой мастер жаккарда вот но на этих шариках я прямо некоторые моменты отработала довольно неплохо мне нравится что получилось у меня нигде ничего не затянуто даже почти везде ровные петли в общем я собой очень и очень довольна классные получились шарики такие разные с трудом я выбрала из 55 вот 10 потому что хотела создать практически все вот мне нравится очень вот этот шарик такой свинкой сердечком меня дочка попросила связать эту свинью обязательно я ее откладывала почти под самый конец потому что тут вот видите большая довольно область где делаются подхваты и немножко это видно мне казалось что будет прям совсем отвратительно это у меня смотреться но на самом деле неплохо вот классная такая свинья вот и вот этот шарик мне тоже очень нравится такая будто бы витражная лоза вот на этом я закрываю тему нового года в своем вязании точно до следующей зимы насладилась вязанием книжку убираю пока на полку и начинаем новые процессы начать год я решила со своей любимой темы носки но сначала разобрала немножко носочную пряжу даже не саму пряжу а пряжные остатки все рассортировала и у меня получилось просто какое-то гигантское количество именно остатков сейчас вам покажу вот в такой коробке они у меня сейчас хранятся плюс праздников как говорится нам подарили несколько таких панеттоне это итальянский десерт торжественных коробках разных форматов инки яркие красочные удобно использовать для хранения вот одну я забрала себе для носочной пряжи одно уже . себе куда-то пристроила вот целая коробка клубков всевозможных размеров расцветок очень много всего и самое печальное что это довольно тяжело сочетается то есть очень мало однотонных в основном это все секционка короче не знаю чего я буду с этим делать но есть у меня такой небольшой план на первое полугодие скажем так я хочу максимально от всего этого избавиться то есть я планирую связать наверное пар 10 только из остатков ну вот пусть будет 10 хорошая такая цифра я думаю тут хватит и на 20 если добавлять еще однотонные компаньоны потому что мне нравится когда допустим резинка и пятка однотонные а уже на самом носке может твориться все что угодно там всевозможные безумные сочетания но однотонная пряжа мне потребуется для комплектов поэтому буду чего-то из это придумывать буду вам показывать но первые носки у меня уже готовы и получилось довольно таки приличная пара хочу я вам сказать хотя тут такие два довольно активных цвета использовались у меня был остаток носочной пряжи касса гранды я вам о ней рассказывала я ей не очень довольна вот она в резинке и потом по всему носку методом helix связано с другой пряжей визель сицилия она вы тут на пятки в чистом виде так сказать и в мыске ушло у меня 30 и 32 грамма соответственно получились такие легкие носочки на самом деле 60 грамма размер 39 наверное тут не полный сороковой хотя я сушила на блокаторе номер 40 но скорее всего это ближе к 39 будет комфортно носить вот так что начало положено и тут я даже заморочилась и подобрала ниточки так чтобы носки получились одинаковыми это породило еще немножко таких мини вообще клубков но ничего не выбросила положила все в свою жестяную коробку с остатками но зато получились одинаковые носки потому что мне показалось что если в такой любой и полосатой пряжи еще и разные носки делать будет ну прям совсем такой неаккуратно а так получилось очень даже приличная пара носков скажем так и еще одни носки я начала покажу сейчас из чего буду вязать вторую пару носков из остатка пока тут все очень в зачаточном состоянии но по цветам тоже получается пока неплохо тут я использовала три цвета пряжа на резинку я взяла остаток опал черный дракон серия называлась мне его совсем немножко меньше 20 грамм по моему осталось вот я решила связать резинки и может быть мысок но буду смотреть что получается то есть я свяжу один носок до какого-то состояния до чтобы было одинаково потом 2 и потом уже буду смотреть на что мне хватит пряжа вот а вторые два цвета это видовая пряжа ульпом улана гросса не помню честно говоря и вот такой вот цветной остаток это накобоха который мне не очень понравилась она колючеватая но я решила и пустить хеликсом с мягкой пряжей думаю получится более приятное полотно вот так получается довольно неплохо на мой взгляд несмотря на то что тут вот как я уже говорила мне нравится когда однотонная пряжа тут рыбая но я думаю что будет неплохо в итоге пятку скорее всего сделаю вот такой ой катился товарищ темно-зеленую вот поэтому вторая пара уже на подходе все-таки попробую связать задуманные 10 пар и избавиться немножко от этих клубочков раздражают меня очень сильно они маленькие они вот это везде катаются по пакетам с пряжей поэтому хочу максимально их и связать но и сделать полезное дело связать носки и напоследок самое приятное и интересное покупки я купила пряжу правда в прошлом году в конце декабря я купила в разных трех магазинах пряжу потому что нужные мне оттенки были только вот так в разных магазинах вот и один из них это новые цвета ализе комфорт сокс это бывшая ализе супер вош просто ализе порадовала однотонными цветами неожиданно я когда рассказывала вам уже об этой пряжи говорила что у нее ну вот проблема с однотонными цветами пряжа отличная во всех отношениях носится стирается вяжется все это хорошо она мягкая приятная но вот однотонные цвета прямо беда их было очень мало и не были ну такие самые самые скучные красный белый черный темно-синий рыжий серый одно время были прекрасные оттенки твидовые три или четыре серый бежевый был но очень красивый но их потом сняли с производства хотя не могу понять почему они просто замечательные вот и ализе добавила однотонных цветов я не могла это пропустить потому что правда этого ждала но потому что цвета довольно приятные вот и купила 4 расцветки свою коллекцию новые цвета давайте посмотрим итак это товарищ номер 139 фисташковый зеленый неплохой но на сайте и у ализе и у магазина он был поприятнее вживую он такой более травянистый что ли а на фотографиях он казался более салатовым и таким поярче наверное так но на самом деле неплохой приятный очень цвет такой не самый популярный здорово что ализе добавила его в линейку вот такой цвет 522 мятный голубой этот цвет ализе есть во всех остальных пряжах в хлопке полушерсти я точно его видела классический такой нежный небесный голубой тоже очень классный не хватало такого цвета бежевый номер 431 какой-то бежевый ализе был но честно говоря не помню как он выглядел тоже классный такой знаете даже не могу сказать теплый он или холодный обычный средний бежевый но приятный очень приятный цвет и вот этот вот классный цвет номер его 440 фуксия но фуксия не яркая такая немножко немножко припыленная тоже очень интересный в общем ализе молодцы цвета отличные давайте продолжайте в том же духе я думаю что они будут пользоваться популярностью и компания не будет ничего снимать с производства возможно только расширит линейку вот однотонных цветов потому что правда пряжа ализе еще раз об этом скажу для носков по соотношению цена и качество лучше не бывает это проверено уже многими ногами носками очень классно и если вдруг вы хотите попробовать вязать носки возьмите ализе супер вошь вы не пожалеете точно итак мой вязальный год начался я надеюсь у вас он тоже стартанул не менее удачно если не с готовыми еще работами то как минимум с обширными и очень вдохновляющими планами на вязание в этом году но я вам желаю здоровья и встретимся в новых видео пока